всем доброй ночи друзья мои я хочу провести прямой эфир на одну тему которую я давно хотела озвучить но как-то никак руки не доходили еще дела работа и прочее прочее и в конце концов я решила что пришло время пора поговорить с вами еще об одном виде проклятий которые называется собачья кровь вообще по хорошему называется сучья кровь но изначально его как-то более более мягкой культурно называют собачья кровь и это извод рода это заканчивание рода остановка рода почему она называется собачья кровь кто-нибудь да логический вопрос возникнет в голове какое имеет отношение собака к изводу рода и прочее прочее причем здесь вообще собака дорогие друзья восточных народов прелюбодеяние или инцест называет собачий грех ну например в армянском языке называется шанутюн грузины называют заглоба и так далее и так далее но если я дословно переведу слово собачиться это вы не не поймете просто восточных языков есть определенный колорит который ну для западных для европейских языков он не понятия есть определенный колорит есть Есть определённые, скажем так, окончания, есть определённые склонения, которые для других языков непонятны. Но если дословно, то есть не дословно, если так смысл перевести, это собачий грех. И что это такое? Наша природа, она очень, извиняюсь, она очень разумно устроена. Если вы смотрели когда-то «Дискайверы», если вы смотрели жизни животных, животного мира, то знайте, что львы своих самцов по достижению совершеннолетия выгоняют из прайда. Это делается для того, чтобы они не сошлись, не создали пару со своими сёстрами. И тётками, ну и, естественно, и матерью. Поэтому их изгоняют из прайда, и они ищут себе новый прайд. Они должны завоевать новый прайд, изгнать старого вожака и забрать его горе. Слонихи выгоняют самцов из своего стада, и слоны-одиночки бродят по саванне, выгоняют тогда, когда те достигают половой зрелости. Вот как только у них начинается выделение определённого гормона, феромон называется, насколько я помню, как только у них начинается выделение вообще, которое наглядно показывает, что слон ищет самку, они выгоняют этого уже зрелого слона. В принципе, они его до двух-трёх лет иногда держат в стае, потом изгоняют для того, чтобы не произошли браки, то есть между собой, соединения, слияния. Слонихи изгоняют самцов в засушенный период. Вы только вот задумайтесь. Женщины, которые раздвигают ножки перед каждыми вторыми, рожают, есть условия, нет условий, 20 детей в одной комнате, они и об этом как-то не задумываются. Слонихи изгоняют, выгоняют, отгоняют от себя самцов, чтобы не забеременеть в засуху, потому что понимают, что если они забеременеют в засуху, то рождённый слонёнок может не выжить. Оказывается, животный мир умнее некоторых женщин, то есть особей женского пола. Животный мир не рожает в такие периоды, когда засуха, когда мало еды, когда передвигаются и так далее, и так далее. Они регулируют свою рождаемость тем, что не подпускает к себе самцов. Чего не можем сказать о самках человеческих. Теперь, у кого происходит случка, то есть соединение, да, из животных со своими родными братьями, сёстрами, мать и отец? В основном у собак. Собаки не отличают. Собаки это не отличают, собаки не понимают в этом ничего, и поэтому они вполне могут сойтись. Но щенки, которые рождаются у таких собак, они бракованные. Они могут быть нездоровые. Именно поэтому хозяева собак никогда не сводят родственные крови для того, чтобы не родились больные щенки, если они продают собак. Правда? Да. Теперь. В древние времена мужчину изгоняли из общества, когда ещё были родоплеменные времена, для того, чтобы он привёл жену извне, чтобы он не женился или не совершил половой акт со своей сестрой кровной, с тёткой, ещё с кем-либо. Есть определённые болезни у определённых народов, которые позволяют себе браки между родственниками. У них рождаются больные дети. Очень много больных детей именно у определённых народов, которые разрешают, позволяют родственные браки. К сожалению, этот средневековый вообще момент, эта средневековая традиция продолжается до сих пор, до сей поры, и это приводит к деградации. Народы даже очень развитые, например, народы, которые оставили свой след в истории, те же греки, которые сами по себе развитые народы, и поскольку у них определённая община греков заставляет, чтобы они женились не родственники, а чтобы именно греки с греками, и поскольку браки между общинной в итоге приводят к тому, что постепенно-постепенно они становятся между собой родственниками. И именно поэтому, дорогие друзья, многие мне рассказывали, мои друзья-знакомые, которые ездили туда с концертами, что, например, больным детям мы делали бесплатный концерт. И, говорит, автобусами просто везли в Крите детей больных, то есть умственно отсталых детей. Это очень страшно для греческой нации, которая на самом деле принято считать один из развитых наций мира. Вот представьте, что эти постоянные повторяющиеся браки между собой в одной такой закрытой общине могут привести к такому количеству больных детей. И это не родственные браки, это просто браки между представителями одной нации, но одного состава. Такие же проблемы и есть в некоторых регионах Армении, где, например, из села, вот в селе они так вот решили, они между собой женятся, женятся, и в итоге в течение нескольких сотен лет постепенно они становятся уже родными и близкими. Потому что кровь начинает уже как бы становиться родственная, и в итоге дети рождаются больные, и люди рождаются уже некрасивые. Вы знаете прекрасно, что для того, чтобы дети были красивые, уже не раз мы это видели, что метисы, они очень красивые дети и разумные. Почему? Потому что свежая кровь, понимаете? Две крови соединяются, они совершенно генетически различны, имеют код и дают здоровое, красивое потомство. Иногда обновление нужно. Почему в наше время турки стали один из красивых наций? Хотя турки изначально были монголоидная раса, причем не просто монголоидная, среди монголоидов тоже есть красивые люди. Но они были раса очень грубоватая, по описанию они были маленькие, кривоногие, страшненькие. Потому что турки поняли, что свою нацию надо менять, свой облик надо менять. А каким образом? Они похищали и женились на женщинах красивых всех народов мира. Посмотрите на тех же самых матерей султанов. Там нету ни одной турчанки. Там все либо русские, либо сербы, либо гречанки, либо армянки, либо еще кто-нибудь. То есть они постепенно, постепенно поменяли абсолютно свою нацию. Потому что они понимали, что красивая женщина, она даст красивое потомство. Кроме того, это переливание, это новая кровь. Понимаете, если они были черные, косоглазые, они стали светлые, голубоглазые, высокие, статные и так далее. И сегодня турки считаются одним из красивых наций мира. Потому что они полностью, что посмотришь, турок похож на русского, что не турок похож на грека и так далее. Потому что у них предки были именно из этих наций в основном. И бабушки, и матери, и так далее, все были похищены из разных национальностей. И так далее, и так далее. То есть природа, она не просто так придумала это все, дорогие друзья. Природа это все придумала для того, чтобы было постоянное обновление крови. Чтобы генетический код не совпадал, чтобы не становились родственниками. Природа придумала с помощью животных определенные законы и определенные обычаи поведения стаи, прайда и так далее, изгнание самцов. Мы должны многое у них научиться. Изгнание самцов для того, чтобы они создавали свой прайд. Для того, чтобы они взяли своих, свои гаремы, но не здесь. То же самое происходит, происходило в первобытном обществе. Пещерное время, когда изгоняли мужчин, чтобы они вернулись женами обратно, к ним обратно. Вот это похищение женщин, когда выходили из пещеры и похищали женщин другого племени. И отсюда нам пришло, вот я же говорила вам, что это не первая наша цивилизация, уже много было цивилизаций. Так вот, вот это похищение женщин из других племен, оно зародило вот эти сказки о том, что Кощей бессмертный похитил Василису Прекрасную. Куда он ее забрал? В темное царство. Так вот, дело в том, что вот это похищение женщин в темное царство, это и есть выходили мужчины из пещер и забирали из другого племени женщину к себе, чтобы не произошло кровосмешение, чтобы не было инцеста. Дорогие друзья, собачья кровь – это когда брат побывал в постели у сестры. Собачья кровь – это когда мать побывала в постели у сына. Страшно даже подумать о таких вещах, но это реальность, и это бывает, и такие случаи бывали и есть. Собачья кровь – это когда отец побывал в постели у своей дочери. Это насилие, это добровольная связь и так далее. Ну, бабушек, дедушек, в общем, не буду сейчас говорить. Собачья кровь – это кровосмешение ближайших родственников. И если уж у таких родственников еще и дети родились, это очень страшно. Я вам расскажу два случая. Первый случай – это когда к нам, у тетки моей я отдыхала, и у них рядом в саду бегали дети, были маленькие, 12-13 лет, мальчики, девочка. И вот эти мальчики все время тискали эту девочку, пытались снять ей трусы, она кричала, мать выходила, их била и так далее. И у меня тетка все время говорила, ну, что тут поделать, собачья кровь дает о себе знать. Я спрашиваю, а что за собачья кровь? Она мне, естественно, не ответила. Через много лет я узнала, что у этих мальчиков и девочек брат, то есть отец и мать, брат и сестра. Для того, чтобы никто об этом не узнал, они переехали в другой город, чтобы никто не узнал, но, знаете, добрых людей много, это разнесли. Они родные, брат и сестра, то есть даже не сводные никак, родные. Они вместе, вместе их нашли родители, сначала хотели избить, узнав, что она беременна, в общем, сказали, убирайтесь. Они убежали сюда, родители дали им денег, они купили дом и вместе жили в этом доме. Вполне приличные люди. Пусть у вас не создаётся впечатление, что люди, которые ложатся в постель к своему брату, сестре, обязательно какие-то конченые алкаши. Нет, собственно говоря. И они, вот их дети уже с этого возраста лезут уже друг другу в трусы. Люди, у которых в роду такое было, либо насилие отца, либо инцест, либо, ну вот, любое кровосмешение между родственниками. Начинается на сексуальной почве очень большой сдвиг. Очень страшная вещь начинается. То есть на сексуальной почве это абсолютно сдвинутые люди в сторону. Они могут в пьяном угаре потелечь под кого угодно. Они не разбирают возраст и прочее, им без разницы. Они на этой почве тронутые очень сильно. Разговоры об этом. Некоторые из них даже пробуют себя в проституции, чтобы посмотреть, как это им приятно, это всё. Унижение и прочее, прочее. Сейчас я объясню, почему это происходит. У них в семье, не обязательно, чтобы потом было насилие, но в семье постоянно, то они застанут отца писающего, то они застанут брата там за мастурбацией и прочим, или там по-другому называется это, не знаю, кажется, так и называется. Анонизмом занимающимся. То есть хочу сказать, что у них в семье постоянное столкновение вот с такими происшествиями, связанными с нездоровым сексом. Потом. Это не только в скандинавских странах много извращенцев. Я вам могу сказать, что в Арабских Эмиратах вполне узаконено есть понятие. брак ради удовольствия называется, когда мужчина и женщина хотят спать вместе, просто быть любовниками, а их могут забить камнями. Они идут и официально регистрируют брак для удовольствия. То есть мужчина не отвечает за детей, которые там родятся. Мужчина не отвечает, да, да, я уже говорила, не хочу сейчас подчеркивать, но страны и народы, в которых очень часто происходит замужество близких, родственников, постепенно деградируют эти люди. У них начинается душевная болезнь, и очень много становится душевно больных людей. От этих стран чаще всего и терроризм, и убийства, и всякие там целые своры бандитов, которые могут пойти воевать, и постоянная агрессия. Афганистан вам, пожалуйста, в пример. После революции, после свержения нормальной человеческой власти, в Афганистан пришли к власти талибы, которые разрешают браки между чуть ли не детьми, там, ребенку 15 лет, или 12 лет, мужу 70 лет, значит, между двумя братьями и сестрами и так далее, и так далее. Вот вам вырождение целых наций, вот просто деградация наций, которая постепенно приводит, уже рождаются некрасивые люди, уже сумасшествие, и людей на улице могут избить и убить, и сжечь живем, если там в сторону мечети не так посмотрела, или там они решили, что ты там не так, не что-то, не то сказала. Женщина, которая вышла замуж, не захотела выйти замуж за своего брата, они родственниками ее убили, причем она лежит, валяется, это называется убийство во имя чести, это их ребенок, это их дочь, это их сестренка, с которой они росли, они как звери над ней, над этим трупом, спокойно стоят, как будто так и надо, ничего здесь такого нет, рядом валяется нож, которым ее убили, у нее полуоткрытые глаза, смотрит в небо, нормальная вещь, что здесь такого, они же убили во имя чести, ну и что, такие гордые стоят возле этого трупа, трупа своей сестренки, которую они только что прирезали, и так далее. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что это деградация. В Афганистане есть целые женские тюрьмы, можете набрать, посмотреть, и током пытали мать, пытали током, значит, муж и сын, взрослый сын, который раздевал мать и срывал с нее одежду, и пытал ее током. Она рассказывает, у нее руки дрожат от обиды, что и сын в этом участвовал. Это полнейшая деградация нации, которая постепенно-постепенно приведет к абсолютному уничтожению этого народа. Вот вам собачья кровь, которая постепенно приводит к тому, что заканчиваются роды друг за другом, и заканчивается нация постепенно, понимаете? Так вот, вы сказали про Запад, что там вот извращение, все это такое, Восток не менее извращенный, просто на Востоке это все делается чинно, благородно. Так вот, браки ради удовольствия, это когда они могут быть любовниками, но он ни за что не отвечает, то есть это хотя бы ограждает их от смертной казни. Есть брак ради удовольствия с ребенком заключенным, он не имеет права входить в нее, но он может руками трогать, лазить, смотреть и так далее. Это заключает родители со взрослым мужчиной, получает от него огромную сумму денег, и он на вполне законном основании может просто вашего ребенка трогать, делать все, что угодно, только одно единственное у него условие не входить. Вот это нормально по-вашему? В некоторых странах, вообще арабских странах, вообще далеко пошли, африканских странах, когда мужчина хочет получить женщину, и они заключают тут же договор, и родственники приводят эту девочку на улице, подруги закрывают одеялом вокруг становится, и он тут же раздевает ее и с ней спит. Он должен тут же убедиться в том, что она девственница, только тогда брак будет состоявшимся. Вот он с ней переспал там же на улице, убедился, что она девственница, они заключили договор, и он пришел уже забирать домой. Он уже не имеет права не забирать, потому что там были свидетели. А как чувствует эта девочка, которую травмировали, которая после этого жить не хочет и считает предателями мать и отца и друзей, никого это не волнует. Вот так многие девочки пошли, повесились, многие девочки повесились. Эльвира, тут даже дело не в мусульманстве, я тебе скажу, тут больше народные традиции. Тут больше народные традиции свои, точно так же, как, например, обрезание девочек, которые практикуются и в Турции, обрезание девочек, и практикуются и в африканских странах. То есть обрезают девочки, извиняюсь за выражение, вот эту вот кожу вокруг клитора. Считается, что они тем самым лишают ее чувствительности, чтобы она не гуляла, мол, это ей не надо. Потом зашивают. Многие женщины при рождении детей умирают, потому что ребенок не может выйти, оно срослось и не открывается. Но самое смешное, что они не убирают вот это, нет, они убирают вокруг. Я, конечно, очень извиняюсь, но клитор там совершенно ни при чем. Удовольствие женщина получает изнутри, нервные окончания находятся внутри. Они по тупости своей почему-то считают, что удовольствие вот именно вот этот кусок мяса, они его отрезают, тем самым усиливают ее чувствительность, потому что женщина может почувствовать удовольствие, хотя только уже из-за того, что она садится просто на стул, понимаете? Именно та часть, которую обрезают, именно та часть закрывает эти окончания нервные и оберегает женщину от постоянной чувствительности. Они, убирая эту часть, они делают ее более чувствительной. Вот о чем речь. То есть я хочу сказать вам, что вот такие деградированные, такие нездоровые отношения к сексу, к постели, к жизни, к браку и прочее, в основном в тех странах, у тех народов, в которых постоянны браки между родственниками. У них постепенно, постепенно на этой почве отношение к сексу становится нездоровым, абсолютно нездоровым. Они начинают просто к этому относиться настолько извращенно, настолько глупо и неестественно, что вызывает, скажем так, ужас у других народов, живущих рядом. Вот оно, собственно говоря, и есть собачья кровь. Это совершенный проступок, это совершенный инцест, это кровосмешение, и неважно, узаконено оно народом или нет. В некоторых странах Востока начали запрещать родственные браки, потому что поняли, что огромное количество детей, неразвитых, недоразвитых, с разными диагнозами, связанными с болезнью мозга, начали рождаться и стали запрещать браки между родственниками. Но невзирая на это, многие народы до сих пор тайком женят своих детей на близких родственников. И что они говорят? Они говорят так. Почему должна чужая дочка быть хозяйкой в моем доме, если у нас есть своя, вот, брата-дочь? Вот я приведу, и наше имущество, наше, все это никуда не уйдет, оно останется между нами, нашими родственниками. Вот по такой логике, то есть руководствуется такой логикой, и женится. Я знала семью, которые сначала женили между собой детей двух братьев, а потом что-то там между ними случилось, не поладили, она ушла, и теперь уже в жены привели дочку, тетки. Понимаете? Между родственниками. И детей постоянно возят по врачам, постоянно возят по врачам, постоянно по больницам, дети постоянно болеют. У них что-то не то. У них ненормальное состояние. Это не те люди, которые специально так хотели, это люди, которые подчиняются традиции. То есть у них не хватает смелости взять и подчинять, то есть взять и отрицать эту традицию, то есть не подчиняться этой традиции кровосмесительного брака. Вот нет у них смелости для этого. Они этому подчиняются, подчиняются отцу, дяде и так далее, и так далее. А у дяди, у отца мозгов не хватает на старости лет, чтобы понимать, что эти средневековые традиции надо заканчивать, пока народ опять не пошел к деградации, как в Афганистане, и не стал вот на этой почве сексуального состояния тронутый. Вы не замечаете, что народы, которые разрешают браки между собой, они тронуты на этой сексуальной почве? Лезть в постели проверять, какие-то специальные традиции секса, что-то там такое, детей выдавать маленькими замуж, еще чего-то там рассматривать всеми родственниками и так далее. У них на этой почве начинается просто-напросто тронутость на почве секса. Теперь придем к тому, почему это приводит в конце концов... Да, почему это в конце концов приводит к вырождению рода? Дорогие друзья, кровь – это носитель нашей генетической информации. Кровь – это память наших предков. Кровь должна быть чистой. То есть свою душу, память предков, свое родовое, вот то, что идет, оно должно быть... Я не знаю, Гала, что вам так смешно, вот понять не могу. Чего вы так посмеялись? Да, 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 вероятность альбиносов тоже вырастает. Все правильно, наверное. Но поэтому африканцы, вместо того, чтобы себя пересмотреть, из-за чего у них... Скажем так, вместо того, чтобы пересмотреть, из-за чего у них это все происходит, до рождения альбиносов, они считают, что эти дети колдуны и колдует. Они не себя винят. Ну, что делать? Отсталость, нехватка образования. Итак, кровь. Кровь – носитель генетической памяти. Кровь – сила рода. Кровь... Я поняла теперь. Защита рода. Когда кровь смешивается с другой, схожей кровью, то она, скажем, как бы вам правильнее сказать, преподнести, чтобы вы поняли, она проклинается мирозданием. Она лишается защиты. То есть кровосмешение лишает защиты весь род. Много случаев таких, вы знаете, вы с этим не сталкивались, поэтому для вас это дико. Поскольку мне писали различные люди и пишут, я вам хочу сказать, что очень немало, грубо говоря, мягко выражаюсь, немало людей, которые пишут о том, что их либо родители, либо дед с бабкой были родные, брат и сестра. И у них в роду ничего хорошего не происходит. Это постоянный развал браков, это постоянные болезни на почве, именно сексуальной почве, то есть у женщин по-женски, у мужчин то ли импотенция, то ли постоянные проблемы, связанные с этой частью. Это вырождение, это рождение больных детей, это рождение некрасивых детей. Понимаете? Постепенно, постепенно кровь твоя тебя проклинает. Теперь представьте, если кровь есть защита рода, если кровь это сила рода, это носитель генетической памяти, послушайте меня, я не говорю, как отчитывать людей и что делать. Я в своих лекциях говорю, какие печати, какие проблемы существуют, как они решаются, что это такое вообще. Но я не говорю, как надо их отчитывать, потому что такие вещи делают только ведьмы. Я говорю проблему, что она существует и она вероятна. Это драки из-за мужчин, это повторяющиеся приставания к своим детям в пианом угаре или не совсем. матери, которые допустили, чтобы отец, я не говорю про отчимов, матери, которые допустили, чтобы отец домогался дочерей и закрывали на это глаза, потому что он деньги приносил или еще что-нибудь, или потому что они шлюхи и им очень нравилось под него ложиться и они закрывали глаза на все на свете. эти матери прокляли свой род. То есть своим вот этим закрыванием глаз они приведут к тому, что род их будет вырождаться, потому что дочь выйдет замуж и точно так же случится с их дочерью. Вы помните такой фильм играет Пенелопа Круз? Называется «Возвращение». Посмотрите как-нибудь на досуге. когда она подверглась насилию, ее изнасиловал отец, она забеременела и ушла из семьи. Мать, которая защищала его все время, не верила в это. В итоге все-таки поверила. Она все же поверила, но в старости лет и так далее. Это долгая история. И однажды она возвращается домой, она родила дочь, вышла замуж. Вот она возвращается домой, и видит дочь на улице. Если смотрели, смотрите этот фильм. Оказывается, что ее муж, который ее воспитал, и она считала его отцом, ее домогался и пытался изнасиловать. И дочь ударила его ножом. И она ей сказала «Запомни, это не ты убила его, это я его убила». То есть взяла на себя эту ответственность, но потом повела его, тайком похоронила. Смотрите, что происходит. Сценарий повторился. Повторился, потому что кровь стала вот той самой собачьей. Кровь стала проклятой. Понимаете? Это будет повторяться. Будет повторяться домогательство, насилие. Будет повторяться насилие со стороны других людей. Будет повторяться насилие в семье. Будут постоянные болезни, рождение больных детей и рождение некрасивых детей. Если у вас в семье На этой почве не очень нормальные отношения. Если у вас были такие моменты в жизни, если вы чувствовали, не дай боги, такое отношение отца к себе или брата и прочее, и прочее, касается всех родственников, любой родной крови. Если такое у вас было в семье или вообще у кого-либо, это и есть та самая собачья кровь. Как останавливать собачью кровь? Это делают ведьмы. Они просят очистить род от этой скверны. Они просят через силы. Они останавливают этот процесс саморазрушения рода. Только после этого обновляется новый род и после этого останавливается то, что было. Чему может привести вот эта печать собачьей крови? К абсолютному вырождению рода. К абсолютному. Род постепенно, постепенно вырождается. Рождаются уже дети бесплодные. Они не могут дать потомство. Они постепенно могут спиваться, в общем, по тюрьмам, по ссылкам. У них много там браков, скажем так, нехороших и непригодных, знаете, неудачных. Все это разваливается. Постепенно, постепенно уже в роду начинают рождаться только девочки. Эти девочки выходят замуж, не рождают детей. В итоге они остаются одни совершенно. И так многие роды постепенно погибли. И так погибают целые народы. Я вам хочу сказать, что многие могущественные народы древности, например, Мидиане. Мидия была огромной страной, огромным государством. Мидия тоже погибла, растворилась среди персов и так далее. У Мидиан тоже была традиция родственников браков. Там вообще отец мог жениться на дочери. И со временем эта могущественная нация абсолютно исчезла с лица земли. Растворилась просто между другими народами, собственно говоря. И перестала существовать. Мы говорили о гуннах. Мы о гуннах точно так же. У гуннов точно такая же была традиция. Жить с ближайшими родственниками. Гунны тоже исчезли с лица земли, как народ со временем. Что именно? Если женщина изнасилует, может быть, расплата за грехи отца. Давайте вот эту хрень собачью мне здесь вот про грехи отца. Давайте эту чушь больше не хочу я слушать. Итак, дорогие друзья. Если вот есть такие симптомы, если в вашей семье вы видите, что, например, брат ведет себя неадекватно по отношению к родственникам, по отношению к девочкам, племянницам, даже к своей дочери, к своей сестре. Ну, в общем, у него поведение ненормальное. Если вы чувствуете, что ваш отец вел себя недостойно, когда пил, он начинал лишнего себе позволять. И, ну, такие вещи, которые дети видеть не должны и вообще даже чувствовать не должны от своего отца и прочее, прочее. Это говорит о том, что очень может быть, что у вашей далекие предки или в роду был такой момент инцеста. Кровь сама себя проклила. Кровь имеет определенные, есть определенные законы, каноны, определенные, скажем так, рамки, в которых существует наша Вселенная и в которых существует вообще род и программа рода и прочее. Если это нарушают, переступают, то наступает, то есть род лишается защиты. Он перестает быть защищенным, он больше не подпитывается энергией мироздания, которые нужны каждому роду, чтобы вести свое продолжение. Он просто лишается подпитки. Его развитие останавливается. Вот так будет самое правильное, что сказано. На генетическом уровне он продолжает свое ненормальное поведение, вот эта вот линия рода. На подсознательном уровне в основном от мужчин исходит опасность. То есть в доме становится страшно оставлять ребенка одного с братом, становится страшно оставлять с пьяным отцом дочерей и так далее, и так далее. То есть если уже начинается вот прямая угроза и опасность в семье или в семьях, неправильное такое, знаете, нарушенное ненормальное сексуальное поведение и прочее, это значит, что у вашего рода та самая печать, которая называется собачья кровь. И если это не остановить, то в роду будет постоянное насилие, будут рождаться больные дети, и есть еще одна опасность, это называется подселение. Эти люди подвержены подселению, потому что у них нет защиты рода. У них нет подпитки мироздания. Только те, у кого есть защита рода, только те, которые не нарушают, а я вам говорила, вы не хотите, чтобы потусторонний мир лез в вашу жизнь и что-либо в вашей жизни испоганил. Вы не должны нарушать определенные законы мироздания, и тогда они не будут иметь право вас трогать. Вы нарушите эти законы, они смогут вас затронуть. Мы об этом уже говорили, и объясняла я вам, кто подвержен этому всему. Так вот, род, который не защищен, он подвержен подселению. Я вам расскажу один случай из практики знахарей. Это не моя практика. Когда приходит священник, приходит священник к ведьме и просит помочь его дочери, потому что у его дочери ненормальное поведение. Она может зайти во время песнопения, во время службы разными звуками, в общем, издать разные звуки, гортанные звуки, хрип. Ну, вы понимаете, да, кто там через неё говорит. И священник очень переживает, не понимает, что с ней происходит и как быть. Так вот, он рассказывает ей, что его жена, когда родила ребёнка, у неё была горячка, родовая горячка. И она думала, что она умрёт, и попросила мужа её исповедать. И во время исповеди сказала, что её родители – брат и сестра, что их дед их проклял. Проклял её родителей и выгнал из дома. И что она очень сильно переживает, как бы это ни отразилось на их ребёнке. На что батюшка сказал, что Господь Бог всех прощает, кто раскаялся, кто одумался, и вообще он добрый, и всех понимает. И на этом разговор был закончен. Жена не умерла, она выжила, и они продолжали вместе жить. Но начали замечать, что их дочь, чем взрослее, тем странно себя начала вести. И в конце концов они поняли, что она стала одержима. И в какой-то момент она повернулась, сказала своей матери, что ты рождена от проклятых родителей, которые были братом и сестрой. Поскольку никто ей это говорить не мог, естественно, они все пришли в выступление, они все перепугались, им стало плохо. И он понял, что в этом деле он не сможет ничего сделать, и здесь должна помочь магия. И он, батюшка, пришёл к ведьме для того, чтобы её отчитали. Её отчитали и остановили эту собачью кровь, то есть печать. Остановились, чтобы дальше по их детям это не пошло. Дорогие друзья, никуда не денетесь. Если факт свершился, если от этого факта ещё и родились дети, то эти дети носители вот этого проклятия. Доброй ночи. То есть кровь, ещё раз говорю, перестаёт защищать себя. Кровь лишается защиты. И такой род постепенно, постепенно вырождается. А симптомы, что происходит и что этому следует, я вам уже перечислила. Такие люди есть, существуют. Не все знают о своих предках. Но если некоторые задумаются о том, почему у них в семье всё время братья там в разных местах порождают, детей кидают. 20 браков, ни один ненормальный, несчастливый. У них в жизни не получается. Почему им встречались мужья, которые на сексуальной почве были тронуты. Которые они просто-напросто могли не то что спать и удовольствие доставлять, а насиловать эту женщину, издеваться. То есть у них были на этой почве ненормальная и больная фантазия. То есть они всё время встречают в жизни, вот в области секса и прочего, ненормальные отношения. И в итоге начинается алкоголизм, наркомания, неадекватное поведение в семье и прочее. Эти люди не виноваты. Но... Да, да, женятся. Эти люди не виноваты. Но родственные браки чреваты, во-первых, больными детьми, деградацией, душевными болезнями. Душевные болезни, то есть это 100% постепенно идёт. Вот я уже вам привела пример Афганистана, да, и вы видите, насколько они уже тронуты на этой почве. Просто, просто тронут. Сумасшедшие уже становится народ постепенно. Это интеллектуальные, уже низкоинтеллектуальные способности. Это различные отклонения психики, различные отклонения поведения и так далее, и так далее. Очень может быть, что ваши дальние предки, а может быть и ближайшие, имели неосторожность натворить вот эту непростительную ошибку перед мирозданием и заработать себе вот эту печать собачьей крови. Если в других случаях родовое проклятие может одного затронуть, других нет, может в роду один расплатиться и так далее, то вот эта вот печать собачьей крови рано или поздно полностью уничтожит род. Испорченная кровь мироздание уничтожает. Как вам ещё сказать? Древние народы, практикующие между родственниками браки, уже ушли в небытие. Их нет. Они со временем полностью уничтожились, растворились в других народах. Испорченную кровь мироздание уничтожает. Если это не остановить, если не просить, если не вымылить, если не исправить, испорченная кровь идёт к уничтожению. Точно так же, как тухлое мясо гниёт и становится, в общем, в землю превращается. Оно уничтожается. Никто тухлое мясо не ест. Ну, если он не это, не двинутый. То же самое, испорченную кровь мироздание не принимает. А это испорченная кровь. Так вот, эта кровь должна полностью уйти в землю. То есть все, кто в этом роду, рано или поздно должны все оказаться в земле и аннулироваться, то есть обнуляться. Всё. Они для мироздания уже, как вам сказать, кандидаты на уничтожение. Понимаете меня? Будет это длиться 50 лет, 100 лет, 200 лет, неважно. Но как только произошёл инцест, как только произошло близкое отношение между родственниками, этот род подлежит уничтожению. И он идёт к этому. Народ, который практикует инцест, со временем идёт к уничтожению. И неважно, сколько там будет идти. Ева, когда была плоти от плоти, других женщин там не было. И это совершенно другое. Он не был ему отцом. Ева не вышла у него с одного места. Ева вышла из ребра. И ещё большой вопрос, вышло ли, так ли было. Или это прекрасная, красивая легенда. Когда на земле было мало людей, дорогие друзья. Что за табелизм? Секта, секта, вы чё, блин, шуганутые какие-то бараны или кто? Да, секта здесь, ага. Добро пожаловать, придурки. Когда на земле было мало народу, вопрос создаётся. А женились ли между собой брат, сестра и так далее? Может быть. Может быть и женились. Но те, кто женился, со временем ушли в никуда. Опять начинается. А почему у евреев... А где у евреев браки между родственниками? Где вы такое видели? Я у евреев не знаю браков между родственниками ближайшими. У евреев это вообще не принято. Кто вам это сказал? Что у евреев браки между родственниками приняты. Кто вам эту тупость сказал? Я такое не знаю у евреев. Если у евреев какие-либо есть направления, у которых такое есть, брак между родственниками, этот род тоже со временем вырождается. Так вот, когда на земле было мало людей, мало человеков, если люди женились между собой как брат и сестра, то давно уже эта кровь переработалась, переменилась давным-давно. И те роды, которые были между собой женаты, ушли в небытие. И уже больше стало генетики. И вот это всё переработалось. Это всё уже исправилось. Это всё переделалось до наших дней. Понимаете? В древние века, если в древние века были браки между родственниками, может быть, и были. Но я вам ещё раз повторяюсь. Когда уже распространилось, стало больше народу, это всё изменилось, это всё уже генетический код поменялся. Всё. Уже была возможность брать в жёны других женщин, других девушек из других племён. А те, которые изначально взяли, они изначально ушли. Да, ушли и закончилось на них это всё. Но сейчас нет такой необходимости. Если у вас такое есть дома, если вы замечаете ещё между своими детьми такие вещи, или между детьми, например, племянниками и так далее, такие моменты бывали. Мне рассказывали, когда они боялись просто прихода племянника, которому там 11 лет, и он просто-напросто снимал трусы с девочек. Есть такие дети и в школах, которые идут в туалет друг другу письки показывать. Это тоже дети с отклонённой психикой. Очень может быть, что в их генетике это тоже есть. Понимаете? Вот в каждом селе есть такая семейка, в котором ненормальное поведение сексуальное. И все это знают, и все над ними смеются. Это называется сельские клоуны. Понимаете? Но там смешного ничего нет. Потому что они видят, они понимают, что там и между братом, и сестрой, и всё прочее, прочее, испорченная кровь. Собачья кровь называют. То есть кровь, которая ненормальна, то есть генетика, семейный устой, род, который ненормальный, неправильный, лишённый силы мироздания, лишённый защиты мироздания, который рано или поздно идёт к уничтожению. На этом всё. Задумайтесь над моими словами. Я думаю, что для многих будет полезно. Даже если они открыто не признают, и они будут правы, потому что это не очень приятный момент, чтобы признавать. Но невзирая на это, задумаются. Ну и вы задумаетесь, глядя на людей, которые вокруг вас находятся, и которые, скажем так, поведение этих людей. Кстати, Дина, ты права. Очень может быть. Потому что люди, которые тоже постоянные отклонения на сексуальной почве, люди, которые такие грязные, любят фотографии делать, фотошопы делать с членами и прочее, и прочее, у них тоже очень может быть, что в роду было или насилие между родственниками, или инцест. Очень может быть. Потому что таких людей легко распознать по тому, насколько у них болезненное, неправильное восприятие вообще секса и противоположного пола. То есть они вот, они зациклены на этом. И у них, у них тоже очень может быть, что в роду, да, вот, кстати, напомнили, что в роду предки совершили такое. И поэтому у них вот это есть. Ну и сутенерство и прочее, прочее тоже вполне может быть. Люди, которые относятся к этому как к средству для жизни, то есть они считают, что это нормально и в этом ничего такого нет. У них тоже очень может быть, что такое неправильное восприятие вообще половых отношений, и что у них тоже далекие предки или ближайшие предки совершали подобную вещь. И на этой почве подсознательно у них немножко нездоровые отношения к этому всему. Всем удачи!